Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Меня зовут Иванов Валерий Георгиевич. Я преподаватель Центра компьютерного обучения «Специалист» по направлению «Бухгалтерский учет 1С Бухгалтерия». Сегодня мы рассмотрим краткий курс по отражению в бухгалтерском учете с использованием 1С Бухгалтерии программного продукта редакции 3.0. Такой участок, как учет подарочных сертификатов. Пару слов о Центре. Наш Центр является лучшим центром компьютерного обучения. Не только практика, но и теория, и практика – все в одном. На сайте специалист.ру вы можете найти всю информацию о интересующих вас курсах, узнать подробности у менеджеров, записаться на курс и, соответственно, я вас, в свою очередь, приглашаю на курсы по 1С Бухгалтерии. Сегодня мы будем рассматривать учет подарочных сертификатов. Речь идет о розничной торговле, прежде всего, и подарочные сертификаты, которые выдают компании, продают везде, вы видели, слышали, то есть в различных магазинах бытовой техники, в СПА-салонах, везде существуют подарочные сертификаты. Как их отражать в бухгалтерском учете, как их, собственно, изначально закупить, занести, отразить, и как их затем продавать и отоваривать, мы посмотрим сейчас на примере программы 1С Бухгалтерии. Все слушатели по окончании обучения в нашем центре получают сертификаты, документы об окончании. Это, конечно, свидетельство о окончании центра, сертификаты международного образца, удостоверение о повышении квалификации, если набираете необходимое количество часов, и, конечно, дипломы профессиональной переподготовки. У нас есть дипломные программы. Поэтому, кто заинтересуется, пожалуйста, к нам на курсы. Значит, на сегодняшний день действуют профстандарты, в том числе профстандарт «Бухгалтер». И чтобы всегда быть в курсе всех событий, и всегда нужно и обучаться. Соответственно, мы предоставляем полный пакет образовательных услуг на все случаи жизни. То есть более тысячи направлений, более 250 преподавателей – все для вас. Итак, мы запускаем программу 1С и смотрим в программе, как вести бухгалтерский учет подарочных сертификатов. Первое, что мы делаем перед началом работы с любой темой, мы смотрим стандартные настройки, которые позволят или ограничат нам тот или иной участок учета. Вот у нас в настройках есть частные настройки – это учетная политика, и есть общие настройки – это, конечно же, функциональность. Итак, чтобы мы с вами начали вести учет, прежде всего мы можем посмотреть, настроен ли учет подарочных сертификатов в 1С. Для этого мы зайдем в самый первый раздел нашего меню, раздел «Главное» и в блок настройки «Функциональность». Там нас будет ожидать бизнес-леди, которая поможет нам определиться, что нам нужно. Помните, чем больше мы нагрузим программу стартовыми настройками, тем больше она будет полезной для нас и будет помогать нам в тот или иной момент времени. То есть, если мы сейчас зайдем в «Главное» – функциональность и включим, например, некую основную функциональность или выборочную, у нас ряд из настроек на закладках «Банк», «Запасы», «Торговля» будут отключены. Нужно озадачить нашу бизнес-помощницу полной максимальной возможностью программы. И, соответственно, максимальные настройки мы включим. У нас во всех блоках те или иные участки, а меня сейчас интересует блок «Торговля» и, конечно же, «Розничная торговля». Что означает, что с сереньким фоном? Видимо, машина уже где-то видит как минимум один документ, в котором участвуют подарочные сертификаты. И она говорит, что вы не можете их отключить. Но даже если у меня не было бы использовано, где бы ни было, значит, в документах подарочные сертификаты, то я могу здесь снимать галки «Включать». Но наша задача не в этом. Наша задача – полную функциональность включить, то есть разрешить все участки учета. Разрешить использовать не значит использовать. То есть мы разрешаем с той целью, что в любой момент, когда понадобится, мы не будем думать, Дарья, где и когда это включить, а сразу будем использовать под рукой. Правильно? То есть у нас функциональность программы полная. Первую настройку с функциональностью мы проверили. Ну и, конечно, раз есть общие настройки, конкретно программы, которые мы выполнили, есть еще и частные настройки, в частности, учетная политика. Сейчас мы посмотрим в учетной политике, на что обратить внимание. Значит, в учетной политике важно для вашей фирмы, у нас учебная компания «Орион», важно проверить... Значит... ...правила бухгалтерского учета, то есть настраивать налоги, отчеты. Важно просто проверить основные варианты способа оценки товаров в рознице. И вот, обратите внимание, то есть у нас будет стандартный метод средний, а вот по стоимости приобретения или по продажной стоимости, это еще тот вопрос. Но продажная стоимость, как мы знаем, в налоговом кодексе не используется. Поэтому у нас будет по стоимости приобретений. То есть все товары в рознице будут стартово по фактической стоимости в размере их возникновения. Ну, если мы среднекрупная фирма, если малое предприятие, мы имеем право в связи с изменениями с 20 июня 2016 года и по-другому вести учет. Но как это вы почитаете в изменениях, которые касаются ПБУ 5, 6? Изменение законодательства произошло. Все новые изменения, новшества мы рассматриваем на теории бухгалтерского учета. Просто те, кто уже прошли теорию бухгалтерского учета или те, кто работает бухгалтерами самыми успешными и так или иначе еще не знают об изменениях законодательства, принятые в части основных средств, материально-производственных запасов, можете поднять сайт Минфина и ознакомиться с этой информацией. Итак, у нас по стоимости приобретения в учетной политике и у нас функциональность полная. Можем, в принципе, начинать вести учет. Я вам скажу, что прежде чем начинать вести учет любой компании, вы должны зайти в операции «Журнал операции» и посмотреть вообще, что было или что есть до вас. То есть есть некая фирма, которая ведет свою деятельность начиная с сентября 2016 года и весь четвертый квартал. То есть мы будем немножечко в полунастоящем времени вести учет и в четвертом квартале, чтобы потом иметь возможность получить квартальную отчетность по НДС, годовую отчетность по прибыли, годовую отчетность для целей бухгалтерского учета. То есть специально выбран четвертый квартал и в рамках нашего курса на курсе 1С бухгалтерии, первый уровень, второй уровень, на который я вас приглашаю в Центр Специалист. Мы будем рассматривать в режиме практически реального времени всегда актуальную отчетность, новейшую. У нас с вами новейший релиз программы, то есть платформа и новейший релиз от 19 сентября 2016 года, вышел буквально вчера. То есть у нас все новейшее, поэтому можем вести учет, никаких препятствий для этого, можем начинать. Первое, с чего мы начнем, мы хотим посмотреть, как учитывать собственные подарочные сертификаты, как их продавать, кому покупателям. Но прежде чем что-либо продать, мы должны вначале что-либо купить. Как говорят, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. Ольга, Дмитрий, Светлана и все, кто нас слышит. Мы хотим отразить покупку, чего, то есть приобретаем что? Мы приобретаем некие карты, брошюры, методички, книжки, брелки. То есть то, что будет реально являться номиналом подарочного сертификата. То есть, понятно, чтобы выдать кому-то пластиковую карту, на которой будет какой-то номинал, у меня эти карты должны быть стартово закуплены у кого-то. То есть может быть такое, что номинал карт у нас будет 30 тысяч, 40 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, а сам материал, карточка, стоит 100 рублей. Может. Так и будет происходить. То есть ценность в том, что номинал заявленный дает право на приобретение. Ну и соответственно, первое, что мы должны отразить, мы должны показать, что поступают подарочные сертификаты в виде неких карт или бумажек, картонок, каких-то продукций с номиналом, выделенным на этих картах, куда поступают, к нам в организацию. То есть если я понимаю, что у меня будет что-либо поступать от кого-либо, это всегда покупки, стандартное поступление. То есть мы идем с вами в раздел «Покупки», «Поступление», «Акты накладные». Конечно, мы отразим «Покупки», «Поступление», «Акты накладные». Значит, 1С-маркировка можно маркировать изделием, но меховые можно ввести и обмен с ЕГАИС для цели алкоголя. Но это другая тема, другой учет. У нас курс стартует 1С-розница, на которой я тоже вас всех приглашаю. И в Центре специалистов, кому интересно, розничная торговля как таковая. Мы сейчас посмотрим некое поступление. Я скажу, что здесь в этой программе ввелся учет. То есть я покажу, что есть некое поступление от Сигмы, каких-то сертификатов карт. Может быть поступление потом еще от другого поставщика. Ну вот, я открою существующее поступление от Сигмы. Значит, накладная номер 87-564, 12 сентября, по некому договору. Ну, договор, соответственно, от 09-го, наверное, сентября. 12 сентября поступила некая пластиковая карта. Вы скажете, что это за номенклатура? Это обычная номенклатура. Пластиковая карта, подарочный сертификат. Входит в группу некие прочие. То есть означает, что у меня она будет как некий материал на 10-м счете. Материал прочий, не связанный ни с сырьем, ни с чем другим. В штуках 18%. То есть стандартная позиция от поставщика. Количество 100 штук. Цена, видимо, это супер с голограммами, выгравированные там, с различными материалами. То есть нам поставщик выставил цену на каждую карту 200 рублей за изготовление каждой карты. Да, учитывая, что на ней будет номинал там 50 тысяч рублей, 20 тысяч, 30-40. Понятно, что это того стоит. То есть 100 на 200, 20 тысяч, рыночная цена без НДС, плюс НДС, косвенный налог. Всего мы должны поставщику. Если у вас поставщик на 76-м счете, это ваше право. Если поставщик на 60-м, стандартные расчеты с поставщиками на 60-х счетах, тоже ваше право. Но, конечно же, регистрируем всегда, как правило, в левом нижнем углу счет фактуру от 12 сентября. Ну и, конечно, если получили все оригиналы, ставим галку «Оригинал получен». То есть если с обоих сторон оригиналы документа подписаны, мы ставим галку «Оригинал получен», провести и смотрим проводки. То есть стандартно все наши пластиковые карты поступают на счет, приходится 10.06. Кредит какого счета, это уже ваше экспертное мнение 76-го или 60-го решать вам. Но если вы используете 76-й, то когда будете оплату показывать, соответственно, с расчетного счета вы перечислите кому, поставщикам, общую задолженность, кредиторку. Если же у вас 60-й, счет 60-й будете гасить, не в этом суть. Суть в том, что у нас на балансе впервые поступает некий актив, пластиковая карта, которую потом будем продавать нашим покупателям. Конечно, право на вычет у меня возникает от Сигмы, так как Сигма плательщик НДС и мы плательщики НДС. И продаем мы наши товары с НДС, поэтому мы имеем право на вычет. И мы это право на вычет, конечно, в счет фактуре увидим. То есть если я зайду в сам документ счет фактура, конечно же, я не отказываюсь от вычета в текущем квартале. Поэтому я отражаю 19-й на 68-й и, конечно же, далее мы видим запись в книге покупок. То есть пока не книга в виде отчета, а просто в регистре накопления НДС покупки и в регистре бухгалтерии дебет 6802. То есть этих условий мне достаточно для того, чтобы затем лицезреть НДС к вычету. Уже в самой книге покупок. Значит, для самой книги покупок достаточно НДС покупки. Для целей бухгалтерии дебет 6802. Значит, вроде бы отношения с сигмой закончены, но мы же им должны денег. Поэтому на основании поступления можно сделать, что платежное поручение. И когда банк акцептует, тут же списание с расчетного счета. Значит, я посмотрю структуру подчиненности, связанные документы и увижу, что было поступление на 23 600, был счет фактура полученный на 23 600 и было списание с расчетного счета. То есть мы уже заплатили. Кому и как и когда? 20 сентября сегодня произошла оплата в пользу кого? В пользу сигмы по некому договору. Сумма НДС, оплата товаров, услуг, статья ДДС. Счет расчетов ровно тот, который отражал на себе кредиторскую задолженность. Ну и соответственно, когда мы будем смотреть проводки, мы будем видеть, что не авансовый платеж, потому что приобретение могло быть как с предоплатой, так и с предоплатой. Все зависит от условий договора. Здесь классическая постоплата. То есть купили карточки пластиковые и потом оплатили. Мы всегда можем проверить с вами, например, отчеты, анализ субконта, контрагенты и посмотреть по сигме. То есть за период месяц сентябрь. Значит, мы видим, что у сигмы в сентябре месяце закрыты обороты полностью. Сальдо, наконец, нулевое. Соответственно, все, что мы хотели отразить, мы отразили. То есть мы купили, задолженность возникла по кредиту 23 600. Мы отразили к вычету НДС на 3 600 и оплатили задолженность поставщику полностью. То есть, в принципе, отношения с сигмой закончены. Если возникает необходимость закупать, то есть мы не просто от руки выписываем на бумаге А4 подарочный сертификат и ставим печать, а закупаем специальные карточки, подарочные сертификаты. Они у нас будут безыменные. То есть, в принципе, любой предъявитель такого сертификата придет и сможет что-нибудь купить. Значит, первое, что мы сделали, мы купили у поставщика подарочные сертификаты. Счет фактуру на поступление входящий полученный мы отразили. Задолженность поставщику за подарочные сертификаты мы погасили и оплату посмотрели. Что мы дальше сделаем? Дальше мы должны показать, как получим деньги в счет подарочного сертификата уже от покупателей этих подарочных сертификатов. То есть, учет на личных денежных средств от продажи собственного подарочного сертификата. Значит, продавая собственные подарочные сертификаты, мы понимаем, что подарочный сертификат прежде всего должен ассоциироваться у нас с розничной торговлей. И эта розничная торговля у нас должна быть автоматизирована. То есть, если у вас не автоматизированная торговая точка и там нет фискальных регистраторов и кассовых аппаратов и ничего, в принципе, речи о подарочных сертификатах быть не может. То есть, если у вас точка на рынке и вам принесли какой-то талон подарочный сертификат, значит, как его учитывать? Никак. Ну, то есть, принять можно, но мы понимаем, что речь идет о торговых сетях, о сертификатах, где реально автоматизированная торговая точка. Поэтому, все, что касается розничных продаж, у нас будет в блоке продажи «Розничные продажи». И когда мы говорим о розничных продажах, конечно же, в основу всего лежит документ «Отчет о розничных продажах». То есть, документы «Отчет о розничных продажах» позволяют нам отражать стартово все продажи сертификатов. Что значит «Продажи сертификатов»? Если я делаю отчет о розничных продажах складкой «Продажи сертификатов» и только с этой, это означает, что я продаю собственные сертификаты. Если я делаю отчет о розничных продажах складкой «Товары и оплаты», это означает, что я реально показываю реализацию товара в розницу, населению, физическим лицам и показываю, что они мне платили безналичным платежом. То есть, как или с расчетного счета, или банковским кредитом, или, то есть, расчетного счета я имел в виду по картам платежным, да? Виза, мастер-карт, различные платежные способы, безналичным способом, да? Или самим сертификатом, который мы сейчас будем продавать. То есть, это будет закладка безналичной оплаты. Но это будет чуть позже, пока нужно продать сертификат. Значит, какие есть варианты работы с сертификатами? Первый вариант – это я продаю свои же сертификаты. Вот некий сертификат на бытовую технику, неким номиналом. Ну, что такое сам сертификат? То есть, способ оплаты. Подарочный сертификат – собственный или сторонний? Стартово у нас, мы говорим сейчас, мы продаем собственный сертификат. Можем продавать чужие сертификаты. Например, мы компания Эльдорадо, а продаем сертификаты МВидео. Теоретически, может быть, но другой вопрос – конкуренции, да? То есть, что мы с этого будем иметь? То есть, если к нам приходят клиенты в Эльдорадо, а мы им продаем подарочные сертификаты на МВидео. Другое дело – принимать чужие подарочные сертификаты в оплату. Если я заключил договор, например, с Азбукой Вкуса или с каким-то супермаркетом Икс, то в этом случае мне приносят из другого магазина сертификаты и рассчитываются со мной чужими сертификатами, выпущенными другими эмитентами. Но с ними у нас будет заключен некий договор, правильно? И уже в рамках договора будем с ними работать. То есть, некое наименование, любое пишите, организация, кто? Орион, контрагент. Могу указывать просто розничные покупатели и просто без договора. А могу каждый раз, на каждый день создавать некий псевдодоговор, да? То есть, мы как таковой договор на покупку подарочного сертификата с физлицом будем заключать, просить его паспорт и так далее? Нет, сертификат у нас в рознице уходит, и он безименной. То есть, в принципе, теоретически для каких-то целей я и могу потребовать и у себя в программе отразить. Но зачем? То есть, мы говорим безименной, и для целей налогового учета и бухгалтерского сама продажа сертификата является ни с чем другим, как просто авансом. То есть, когда мы продаем подарочные сертификаты, это аванс покупателя, входящий нам. А если нам, Дарья, платят, кто кому должен? Мы. Раз мы должны, налоговый кодекс предусматривает еще и обязанность, в момент получения аванса, выставить счет-фактуру на аванс. То есть, если мы будем продавать подарочный сертификат, а мы его продаем, как через продажи, отчет о розничных продажах, вкладка продажи сертификатов. Мы указываем некий сертификат на некую сумму 20 тысяч. То есть, что за движения будут сформированы этим документом? Я увижу стартово, что это просто аванс, причем аванс, полученный в кассу наличными деньгами. 9.50, кредит 62.02. Статья ДДС, получение розничной выручки, это стандартная статья ДДС, предусмотренная заполнением по умолчанию, если она предварительно настроена. То есть, на курсе 1С мы рассматриваем, как заполнять правильно статьи ДДС, статьи движения денежных средств, чтобы у вас вся отчетность, в том числе четвертая форма отчета движения денежных средств, заполнялась автоматически и безошибочно. Ведь только один единственный отчет допускает стартовые ошибки при заполнении, и это отчет о движении денежных средств. В принципе, баланс, форма 2, отчет о движении капитала, пояснения заполняются безошибочно, если правильно вести учет. А вот отчет о движении денежных средств всегда требует внимательного рассмотрения. На первом уровне 1С бухгалтерии редакции 3.0 у нас стартуют почти каждую неделю курсы, и по первому уровню 1С бухгалтерии, и по второму, то есть вы сможете изучить полностью бухгалтерский учет. Даже если его хорошо знаем, но плохо знаем 1С бухгалтерию, тоже советую всем записаться. Итак, мы сказали, что продажа подарочных сертификатов есть не что иное, как аванс. Значит, соответственно, мы должны с вами создавать счет фактуру, выданный на авансы полученные. Или можно отражать документом счет фактура, выданный на основании отчета розничных, или можно попытаться, ну, я рекомендую именно так, можно попытаться через формирование счетов фактур на авансе и специальная обработка, но я посмотрю связанных документов. Что есть? То есть есть отчет о розничных продажах, есть счет фактура, выданный на сумму 20 тысяч рублей, и есть некие получения наличных денег. Действительно, если я создаю продажу в розницу населению подарочного сертификата, то я обязан ли Дарья выставлять физлицам счета фактуры? Нет. Нет. То есть мы имеем право не выставлять физлицам счета фактуры, но обязан ли я его показать у себя в книге продаж? Да. Поэтому мы в книге продаж показываем счет фактуру, выданный на аванс. Я печатную форму могу для себя распечатать. То есть это предварительная плата, колонки 2-6 всегда пустые в авансовой. Для меня просто важна не сама печатная форма, а запись в книге продаж, счет фактура номер 1 от такой-то даты. Хорошо. И важны проводки, движения, что у меня в регистре НДС продажи и по кредиту 68-го счета будет запись в книге продаж на сумму НДС, которая приходится от розничной продажи. От 20 тысяч выделена сумма 3 тысячи с копейками. Мы доверимся машине, что она рассчитала 18-118 стандартный вариант. Может быть 10-110 для отдельных льготных категорий товаров, но у нас стандартный вариант на 18-118. Соответственно, у нас возникает задолженность перед бюджетом. Мы от нее никуда не уходим. Мы признаем ее. И говорим, что отчет о розничных продажах, сертификат продан, счет фактура отражена. Зачем отражать документ поступления наличных? Затем, что нам реально в кассу деньги поступили. Но, если я не ошибаюсь, я до этого в документе отчета о розничных продажах, движениях в проводках, уже видел 50-й счет. Особенность в том, что, когда мы работаем с розницей, действительно, всегда именно в отчете о розничных продажах мы будем видеть 50-й счет по дебету. То есть, касса будет дебетоваться именно здесь. Другой вопрос. Зачем нужен приходно-кассовый ордер? Поступление наличных. Движений здесь нет. Значит, этот документ нужен только ради кассовой дисциплины, ради печатной формы. Приходно-кассовый ордер. То есть, Центробанк своих указаний, 3, 2, 1, 0 от 11 марта 2014 года четко прописал, что все движения, плюсы и минусы по кассе должны быть отражены приходниками и расходниками. Соответственно, если мы используем инфицированные формы, а мы обязаны в части кассовой дисциплины их использовать, мне нужен приходно-кассовый ордер. Для чего? Чтобы кассовая книга сформировалась. Вот я хочу за сентябрь месяц посмотреть банки касса, кассовые книги. То есть, банки касса, кассовые документы. И в кассовых документах у меня есть кассовая книга. Значит, мне нужен месяц сентябрь. Чтобы абстрагироваться от всех остальных операций, я на 15 сентября увижу, что принято от непонятно кого, но 90 счет. То есть, почему непонятно от кого? Потому что в самом документе поступления наличных бухгалтер не удосужился заполнить обязательные реквизиты по мнению Центробанка. Прежде всего, без основательных платежей и поступлений не бывает. Правильно? То есть, от кого я должен написать, что некий розничный покупатель? Основание, конечно же, указать за что. То есть, розничная выручка. Или продажа сертификата. Конечно, мы не берем никаких доверенностей, никаких приложений у физлиц. Просто провести и закрыть. Ну и, соответственно, я сейчас увижу у себя в кассовых документах в печатной форме, если я переформирую кассовую книгу, уже принято от розничного покупателя, конечно, и номер корсчеток 90.11 и 20000. Помните, что если вы забудете сделать приходный кассовый ордер поступления наличных, все равно для целей бухучета дебет 50-го уже отражен, для целей кассовой дисциплины будет пустота, и машина вас всегда будет направлять в сторону правильного русла. Она скажет вам, есть расхождение по данным регистра бухгалтерского учета по 50-м счетам, и есть расхождение в части отражения в кассовой книге. То есть вы должны думать, где, что и как. А оказывается, всего лишь забыли приходник сформировать. Ну, мы знаем, что в рознице за этот отчет и есть, на конец дня нужно все движения по кассе отразить. Другое дело, как быстро мы это делаем и как часто, но я об этом умолчу. То есть, по сути, надо каждый день ежедневно. По факту, кто как успевает. Правильно? Итак, значит, мы отразили с вами продажу сертификата, мы выставили счет-фактуру на аванс. Кому? Никому, но зарегистрировали в книге продаж обязанность по уплате НДС. Правильно? И мы получили наличные деньги от нашего покупателя. Хорошо. То есть, мы с вами показали приход на кассовый ордер, деньги поступили. Другой вопрос. Как проверить наличие подарочных сертификатов? Ну, для этих целей у меня есть документы. Какие документы? Ну, я могу документы открыть, а мне нужны отчеты. Значит, я иду в отчеты, блок анализ субконта, я хочу проанализировать номенклатуру за сентябрь месяц. Отчеты, анализ субконта, номенклатура за сентябрь месяц. Вот у меня в сентябре есть на балансе некий подарочный сертификат. По 15.09. Значит, просто здесь есть еще ряд других документов, поэтому я хочу увидеть вот на 13 сентября. Значит, мы в начале сентября когда-то получали от поставщика, можно вспомнить от кого и когда, открыв карточку. 12 сентября как раз получили от Сигмы подарочные сертификаты в размере, в объеме 100 штук по 200 рублей на общую сумму 20 тысяч рублей. Значит, подарочные сертификаты мы с вами получили. Дальше я увеличиваю период по 20 сентября. Значит, соответственно, мы на 15 сентября, здесь вот показан документ, требование накладное, мы сейчас о нем будем говорить. То есть, мы должны дальше с вами по мере продаж сертификатов списывать их у себя с баланса. Если они, собственно, наши. Они же наши, мы до этого их покупали у кого-то когда-то в виде сырья, материалов, ну, так скажем, в виде прочих материалов на счете 10.06. Поэтому мы периодически по мере продажи сертификата мы должны списывать с кредита 10 счета, на котором мы их отражали, эти пластиковые карточки. Вопрос. Сколько мы продали подарочных сертификатов? Значит, если у нас был только что отчет о розничных продажах, продажах, отчет о розничных продажах, мы на 15 сентября продали с вами подарочный сертификат номиналом 20 тысяч рублей. Но карту-то одну продали, правильно? Если мы продали одну карту, значит, требование накладной я выбираю пластиковую карту, одна штука. Но если я посмотрю в подборе на эту дату, есть ли у меня пластиковые карты, только остатки. То есть по кнопке подбор мы всегда можем себя проверить, есть ли в остатках эта позиция. То у меня есть действительно на 15 сентября, потому что 12 сентября мы купили 100 штук. Есть 100 штук пластиковых карт. Мы выбрали одну штуку. На закладке счет затрат нужно указывать те затраты, куда это относится. Если я торговая фирма, я буду указывать 44 счет. То есть если я рекламирую, не то что рекламирую, в любом случае затраты в торговле всегда на 44 счете собираются. Если я производственной компанией, и я продаю подарочные сертификаты, например, на что? На, у нас, например, салон красоты. Значит, на стрижку, на укладку, на покраску. Могут быть какие-то подарочные сертификаты на сумму? Могут. Соответственно, в производственном цехе, вот, например, парикмахерской, у нас будет счет 20-й, и будем собирать на 20-м счете материальные расходы. То есть счет затрат зависит от того, какая у нас деятельность, и используется ли, как таковое, производство и затратные 20-е счета. Если у вас чистая классика торговля, счет 44-й. Если производство 20-й, мы с вами скажем, что если у нас пластиковая карта, на подарочный сертификат, на что подарочные сертификаты закупались, то есть могут быть на все виды деятельности, но если мы на товары, на бытовую технику, аудио, видео, и у нас торговый магазин, то, конечно, лучше использовать 44-й счет и статья затрат, материальные расходы, или списание материалов. То есть вы помните, что в букучете вы статью можете назвать как угодно, но для целей налогообложения, вид расходов, материальные расходы. Ну, конечно, можно прочие выбрать. То есть тут вот как мы отразим. Я бы списывал эти материалы, ну, так как мы их отразили на 10-м счете именно как сырье, сырьевой материал, то есть карта очка списывается по себестоимости самой карты, что это некое сырье средство. Значит, поэтому действительно можно оставить как есть. Мы с вами сказали, что в требовании кладной на закладке материалы выбрали пластиковую карту одна штука 10.06, на закладке счет затрат указали 44-й счет. Провести проводки. У нас на 15-е число, на момент, когда мы продали карту, реально карта ушла с баланса. Дарья, если я буду отражать это не каждый день, а на конец месяца, это не будет ошибкой. Это не будет ошибкой. А? Это не будет ошибкой. Ну, можно сказать, что будет ошибкой, что мы не вовремя списываем сырье, но есть ПБУ 9-е доходы и 10-е расходы, которые разрешают на конец месяца. Да. Если организация как бы заеденошка, как бы по... Если по факту, да. То есть это как мы предусмотрим в учетной политике, правильно? Но по умолчанию, конечно, лучше каждодневно по факту всегда отражать и списывать, но если у вас нет времени каждодневно отражать списание всех подарочных сертификатов, потому что объемы колоссальные, то, соответственно, на конец месяца мы просто обязаны списать все проданные пластиковые карты в общем объеме. То есть я могу, имея реальные документы о продажах карт, я могу списать общие суммы на конец месяца все карты, например, 200 штук на расходы. Ну, на затраты коммерческие, а потом они станут расходами. Хорошо. Значит, почему 200 рублей списано? Потому что одна карта стоила, поступала 200 рублей. Допрасходов никаких там не было. Поэтому по себестоимости списана карта. То есть, если теперь смотреть вот карточку счета, мы скажем, что поступила и осталась у нас на этот момент на 15 сентября на 15 сентября у нас текущая сальда 99 карт на общую сумму 19 800. Значит, они у нас числятся где-то у кого-то в торговом зале, да? Но когда мы их продадим, будем постепенно списывать. Хорошо. Значит, мы сказали, что списывать стоимость реализованного сертификата покупателям мы должны по мере, но не позже, чем конец месяца. То есть, если мы все это продадим, мы можем заметить, а мы заметили в оборотной сальдовой ведомости на 15 09, что у нас уже будет списан этот сертификат и, наконец, у нас будет 99 штук за минусом одного. Значит, мы только что посмотрели продажу подарочных сертификатов, когда деньги поступили в кассу. То есть, я делал отчет о розничных продажах и на основании поступления денег в кассу. А может ли быть такое, что мы продаем подарочный сертификат за безналичный расчет? Может. Поэтому, как будет выглядеть такая операция? То есть, это та же классика продажи отчета о розничных продажах. То есть, например, 25 ноября 2016 года еще не наступило, но наступит когда-то. Мы с вами указываем, что продано. Продажа сертификата там аудио-видеотехника номиналом 50 тысяч. Это придуманный сертификат. То есть, вы на практике их будете признавать, придумывать как угодно. Вы можете договоры с розничными покупателями постоянно менять. Значит, чтобы не менять контрагенты каждый раз новые договоры указывать какие-то. Сумма номинала 50 тысяч на аудио-видеотехнику. Безналичные оплаты, допустим, мастер-кардом заплатили 50 тысяч. Может быть такое, что вам заплатили 100 тысяч, а номинал на 800 тысяч. Теоретически возможно, но в этом случае нельзя считать, то есть, предоплатой сумму там 100 тысяч или сколько-то, правильно? То есть, номинал дает некое большее право, поэтому такое редко бывает, такое, как правило, не практикуется. То есть, если номинал на 20 тысяч дает право купить на 20 тысяч, правильно? То есть, чтобы этой картой погасить что-то. Значит, мы с вами показываем отчет о розничных продажах. Нас интересует что? Что здесь есть закладка безналичной оплаты. И мы указываем вид оплаты некий мастер-карт. То есть, не просто мастер-карт, а это настройка вида оплаты. Способ оплаты может быть глобально на закладке безналичная оплата. Или карта, или кредит, или подарочный сертификат собственный, или сторонний. Понятно, если мы говорим о мастер-карде или о чем-то, то есть, это платежная карта, кто организация, мы, кто контрагент, собственник платежной карты. Собственником платежной карты всегда является некий банк. Вы скажете, как так? А кто же тогда держатель? Держателем карты является физическое лицо. Деньги на карте физического лица. А эмитентом, собственником карты является банк. Вот некий Сбербанк. У нас со Сбербанком есть заключен договор на эквайринг, на что-то, и счет расчета в 5703. Комиссия банка здесь можно указывать, зависит от суммы операции или какой-то автоматически фиксированный размер. Если сумма операции от 0 рублей, комиссия 0.5%. То есть, у нас вообще не зависит от суммы операции, потому что нету порога значения. Но достаточно Дарья добавить порог, что, например, если сумма больше 70 тысяч, то комиссия будет 1%. Или наоборот, чем меньше сумма, тем больше комиссия, так чаще можно встретить, правильно? А чем больше сумма, тем комиссия меньше. Ну, это как с банком договоритесь, а по умолчанию у нас некий мастер-карт 50 тысяч рублей. И если я буду сейчас смотреть проводки, на одной у меня 50 тысяч сертификата, на другой 50 тысяч безналичная плата, то в движениях у меня будет значит, что 5703 деньги в пути, 62R розница, как технический счет автоматически попадает, то есть, другими словами, я получил аванс от ну, не получил аванс, а в данном случае мы говорим, что начислен аванс под подарочным сертификатом, то есть, 57 5703 крелет 62 02. Почему мы считаем это авансом? Мы уже сказали, любой сертификат подарочный для целей бухучета является чем? Авансом, да? То есть, продавая сертификат, мы как будто получили аванс, на который мы должны выставлять счет фактуры на аванс? Обязаны. То есть, мы обязаны зарегистрировать счет фактуры на аванс. Но вот здесь я акцентирую внимание на счет 5703, что деньги не в кассе сразу авансом, а именно в пути. Вы скажете, а что это за субсчет такой 5703? Значит, это продажи по платежным картам. Специальный субсчет, счет активный в разрезе контрагентов и договоров. Значит, у нас я ручную корректировку поставил, чтобы показать вам субсчет 5703. У нас есть аванс 6202, справки, отчеты кассира-операциониста. Здесь, конечно, 1С просит на сертифицированных курсах озвучивать, что есть и автоматизировано. Когда вы будете видеть, здесь пустая практически форма, кроме суммы. то есть, конечно, у вас должна быть 1С-розница на правах рекламы. Я рекламирую продукт 1С-розница или же к вашей бухгалтерской или любой другой системе подключать терминал. Если вы к типовой бухгалтерии подключите терминал, что вам это даст? Ничего. То есть, вам нужно дописывать, дорабатывать программу. А есть уже продукт 1С-розница. Там, подключая кассовые аппараты с фискальными регистраторами, есть полностью возможность ввести все отчеты кассира-операциониста, закрывать смену, открывать смену, возвраты, стороны. Все можно делать в рамках этой программы. И это круто. То есть, как бы печатная форма есть, но кроме суммы 50 тысяч даты, я там ничего не вижу. Итак, если есть отчеты о розничных продажах, то мы обязаны выдать счет-фактуру на основании этого документа. Почему? Потому что мы продали безналом карту, сертификат подарочный. И, соответственно, это некий аванс от кого? От покупателя. Дарья, при этом нужно ли делать приходный кассовый ордер, если безналом? Нет. Потому что деньги поступят на счет, когда банк нас уведомит выпиской. То есть деньги в пути, но банк нас выпиской уведомит. 76 АВ розничный зал, 6802 и НДС продажи отражен. Значит, мы увидели на сумму, вот здесь у нас стандартно 18,118 от рыночной цены. То есть машина считает суммы авансов автоматически, мы их отражаем и у нас все есть. конечно, мы сказали, что нам приходный кассовый ордер делать не на до. Что нужно сделать? Значит, нужно сделать и отразить поступление денег на расчетный счет. К сожалению, у нас нет клиент банка, чтобы мы сейчас грузили автоматически. Поэтому мы зайдем в банки кассы банковские выписки и покажем, что 20 сентября поступила некая сумма денег, прошу прощения, поступила сумма денег вот 25 ноября. Мы счет фактуру все выдавали на 25,11 и в тот же день 25,11 поступила некая сумма денег. То есть у нас произошел вид операции поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам. Здесь есть два варианта, когда у вас поступает что-то на расчетный счет. То есть этих вариантов больше, если мы откроем показать все и увидим там от кого угодно может что угодно поступать. Помните, что мы на первом уровне рассматриваем поступление от учредителей, они не автоматизированы. То есть что-то может быть автоматизировано, а то, что не автоматизировано кредит счета X дебет 51, это всегда прочее поступление. То есть выбираете прочее поступление и указываете от кого поступило, если не нашли. Но у нас есть специальный пункт от продаж по платежным картам и банковским кредитам. Я выбираю этот пункт и смотрю. Значит дата 25-го, некий входящий номер, символично 25.11 от 25 ноября. Сбербанк, сумма, если полпроцента, ну комиссию банк удерживает на основании договора на расчетную кассовое обслуживание и на все остальное с банком. Правильно? Если у вас с банком есть договор и там оговорены какие-то комиссии, но банк удержал с вас другую сумму, вы можете на основании договора ссылаться и идти в банк. В банке вам покажут почему именно эта сумма комиссии и как она рассчитана была и вы ее признаете. Правильно? Ну или будете с ними бодаться, они увидят свою ошибку и исправят ее. Но в данном случае банк, если показал вам, что комиссия 250 рублей, а сумма зачисленная на счет 49,750, вы так и отразите. Сумма на счете 49,750, сумма банковских услуг 250. Мы на затраты дарим всегда на 91 счет, потому что все банковские услуги на 91,02. Да, прочие расходы. Значит, если мы посмотрим проводки, то у нас движение в проводках 57 счет закроется. Помните, у вас 57 был на 50 тысяч. Но мы сейчас проверим с вами оборот на сальдовую по этому счету и увидим, убедимся. То есть 51 и 91 то есть часть ушла на расходы, причем эти расходы налоговый кодекс как думаем будет признавать? Должен. Налоговый кодекс должен признавать комиссии банков, ну и нет таких случаев, что комиссии банка не признаются. Даже когда банк лишает лицензии, все деньги, которые на счете, налоговый кодекс разрешает признать расходом. Ну, нам и как плохо, еще если скажут не признаем, да? Значит, надеюсь, что все банки будут ваши вечно существовать и не будут лишены лицензии. То есть, если мы сейчас посмотрим оборотно-сальдовую по счету 5703, у нас там все должно быть чисто и хорошо. отчеты ОСВ по счету 5703, отчеты ОСВ по счету, счет 5703, сформировать и убедиться в том, что здесь все чисто. Конечно, интересно посмотреть карточку счета, чтобы понять, когда возник 5703. Значит, отчеты розничных продажек. Здесь так совпало, что в один день. Там могло быть и на следующий, через день, через два, через три. Но выписка банка подтвердит, сколько комиссий удержит сам банк. А еще что бывает, что я в выписке вижу сумму без комиссии, а комиссии вообще не вижу. Ну, то есть, комиссия иногда бывает запаздывает или позже приходит. Но в любом случае они указывают сумму и вы сами можете ее рассчитать. Если вы видите, что вам пришло на счет 49-750, вы догадываетесь, что списана комиссия 250. То есть, это будет видно в назначении платежа. Значит, с банком работаем с выпиской банка. И в выписке все это видим. Хорошо. Значит, мы с вами продали наши сертификаты и наличным образом, и безналичным образом. Теперь надо их получать обратно. Когда? В качестве оплаты за товар. Есть варианты принять в оплату собственные подарочные сертификаты, принять в оплату собственные подарочные с доплатой и принять в оплату сертификаты чужие. Например, у нас заключен договор с другой компанией, которая в своих супермаркетах, то есть, продает сертификаты не наши, а свои, но которые дают право на основании каких-то договоров рассчитываться в нашем магазине тоже. Может быть такое? Может. Какие-то перекрестные продажи и все остальное. Поэтому мы сейчас посмотрим, как принимать в оплату собственные подарочные сертификаты. Когда мы работаем с розницей, у нас всегда один-единственный документ, связанный с розницей, который мы используем. Это главнейший документ для розницы отчета о розничных продажах. Но напомню, когда продаем сертификаты, то есть если мы продаем сертификаты. Кстати, если вас спросят, какие виды документов бывают отчета розничных, конечно, есть НТТ, неавтоматизированная точка, которая никогда не используется для подарочных сертификатов. Для подарочных сертификатов мы всегда делаем отчет розничный магазин. И вот когда мы видим розничный магазин, нам важно понять, что мы получаем в качестве оплаты некий сертификат. Ну, допустим, 28 ноября, я установлю сейчас рабочую дату, чтобы постоянно ее не перебивать. Значит, 28 ноября мы получаем некую оплату, но в виде оплаты будет наш подарочный сертификат. то есть нам будут нужны как минимум две закладки. То есть закладка товары, в этой закладке мы увидим, что было продано, в чем плюс в автоматизированной рознице, что если у меня магазин Билла, МВидео или какой-то там бытовой техники, то я всю информацию о розничных продажах из кассовых лент буду получать автоматически. то есть у меня каждый вечер будет отчет розничных продаж генерироваться в 1С автоматически или из 1С розница, или если кассовые аппараты напрямую подключены, сразу сюда будет автоматически падать. То есть у меня будет информация по товарам, какие товары были проданы, у нас же автоматизированная торговля предполагает использование фискальных регистраторов, то есть кассовые аппараты с фискальной памятью. соответственно я буду знать, что продано по каким ценам. Это все будет заполняться автоматически в автоматизированной торговле. Но закладку товары мы сейчас с вами ручками заполним. Вот на закладке товары я выберу что-нибудь, то есть показать все в товарах, например телевизор, рекорд, рубин и так далее. Другое дело если он у нас в остатках на эту дату теоретически должен быть только остатки если они не проданы. Сейчас проверим чтобы так ничего нет на эту дату. То есть позиции есть. Ну постараемся значит постараемся сейчас подобрать то, что есть. Подобрать только остатки бумагу А4. Не обращаем внимания что это допустим то есть продана некая бумага А4 на общую сумму. Мы сейчас с вами посмотрим ситуацию. То есть у нас есть подарочные сертификаты проданные населения на 20 тысяч на 50 тысяч а может быть цена например 27 тысяч или 59 то есть мы посмотрим когда у нас ситуация будет продажа подарочного сертификата вместе с доплатой. Тогда я указываю цену например 27 тысяч рублей НДС в сумме означает в том числе бумага будет списываться с тех счетов с которых должна ну это у нас здесь сейчас бумага будет списываться с 10 счета и будут доходы на 91 счета а в классической торговле это товары 41 счет и списывается участвуют 90 счета правильно значит на закладке безналичная оплата мы понимаем что если продано на 27 тысяч нам должны были заплатить на 27 тысяч другой вопрос как и чем я нажимаю показать все и думаю мне приносят подарочный сертификат номиналом на 20 тысяч я его выбираю то есть сумма 20 тысяч рублей но я понимаю что 27 тысяч это всего продажа товаров каких-то а 7 тысяч еще не хватает 7 тысяч они доплачивают картой если доплата произошла картой например мастеркарт то мы пишем 7 тысяч рублей то есть у нас всего на 27 тысяч безналичных оплат на 27 тысяч если наличными они доплачивали мы должны с вами что делать на основании отчета о розничных продажах отражать приходник да ну то есть да мы должны сделать еще приходный ордер значит мы кликаем провести мы смотрим проводки стандартно у вас всегда будет участвовать 41 счет и 90 так как я взял бумагу А4 которая именно на эту дату была в остатках то у меня здесь везде 90 вместо 90 счета 91 правильно ну в любом случае если я решил продать бумагу А4 взял из бухгалтерии канцелярку нашу и продал в розницу при этом не реклассифицировав не передав с 10 на 41 то я увижу такие проводки а что делать то есть ну не страшно сейчас мы не говорим о теме дохода и расходы и как они отражаются и формируются мы сейчас смотрим как розница отражает нашу реализацию то есть часть суммы у нас зависнет на 57 счете а это 7000 рублей НДС мы как правило должны бюджету верно помнится мне что когда мы отражали авансы и продажу сертификатов мы это считали авансом и мы выставляли счета фактуры на аванс верно раз мы выставляли счета фактуры на аванс мы значит показывали книгу продаж и делились бюджетом в части НДС от авансов по расчетной ставке 18118 то есть от 20000 сертификата проданного мы аванс показывали когда мы продаем товары мы опять делимся с бюджетом в части НДС не наглеет ли бюджет в этом случае немножечко наглеет и поэтому они говорят у вас есть право отразить к вычету НДС мы хотим его Дарья отразить к вычету нужно то есть мы скажем конечно у нас есть право три года но помните вот по авансам оно действует всего год по возвратам действует право год поэтому конечно я хочу в течение этого года а тут хочу сразу в этом периоде квартале отразить к вычету вопрос когда если это 28 ноября то какой квартал будет на повестке дня четвертый на четвертом квартале мы должны сформировать запись книги покупок в регламентных операциях по НДС конечно мы это сделаем мы это захотим отразить и сейчас мы это увидим то есть если у нас произошла вот эта оплата подарочных сертификатов и мы ее увидели отразили мы понимаем что два раза НДС начислен по одному и тому же событию как и что для этого сделать нужно зайти в раздел операции конечно я могу зайти в регламент операции по НДС но если есть некий помощник по учету НДС то мы его сейчас и посмотрим операции помощник по учету НДС значит машина говорит хорошо бы там посмотреть что то но в четвертом квартале я конечно потом проверю перепроведу все закрытие месяца меня интересует сейчас другое уверит ли машина что нужно отразить к вычету в книге покупок открываем документ формирования записи книги покупок кликаем заполнить документ и на закладке полученный аванс я должен увидеть розничные покупатели без договора зачет аванса без договора потому что с ними никакого договора не было но если что-то было можете тоже это отразить дата события 28 ноября подходит то есть смотрите хоть мы это и делаем на конец квартала но событие будет у нас в книге продаж именно в тот день когда зачелся аванс когда была продажа 18.118 общая сумма без НДС 16 копейками НДС 3000 Дарья если мы продали на 27000 почему здесь сумма фигурирует всего лишь 20000 потому что аванс восстанавливается в сумме аванса правильно и НДС по авансу был от 20000 поэтому 3050 значит значит ли это что в книге покупок мы увидим номер счет фактуры того аванса да то есть восстанавливаем и отражаем к вычету всегда авансовые счета фактуры в данном случае так как зачелся аванс в самой книге я сейчас кликну пробвести посмотрю проводки мне интересно увидеть ну то что там по основным средствам что-то к вычету отражалось это не наша тема мы на курсе 1С бухгалтерии первый уровень второй подробно рассматриваем основные средства и там это видим а сейчас меня интересует 76 АВ 6802 то есть НДС к вычету и запись книги покупок если я сейчас посмотрю через помощник по учету НДС и книгу продаж и книгу покупок я должен в книге продаж увидеть две записи и авансовую сентябрьскую и от 28 ноября и должен в книге покупок увидеть отраженную к вычету смотрю книгу продаж за ну у меня там был квартал третий значит в книге продаж в третьем квартале у нас были розничные покупатели физлица на 20 тысяч была счет фактура был документ был дальше смотрю в четвертом квартале по квартально смотрю были ли розничные покупатели в четвертом квартале значит были розничные на 20 тысяч и на 50 ну здесь на 27 у нас было да на 27 тысяч было дело соответственно у нас два раза было в книге продаж значит мы должны увидеть в книге покупок через помощник захожу в книгу покупок и смотрю записи в книге покупок уже четвертого квартала было ли восстановление здесь я не увижу розничного покупателя буду видеть наименование продавца самого себя правильно то есть акционерное общество орион запись того авансового счета фактуры номер 1 от 15 сентября и буду видеть сумму 3 050 от 20 тысяч то есть все произошло как должно было быть НДС по авансам отражен НДС от продажи отражен НДС к вычету в результате этого тоже отражен ну и отразим с вами еще одну операцию когда мы в оплату принимаем подарочный сертификат сторонних эмитентов то есть может быть такое что нам принесли какой-то подарочный сертификат на ну сейчас мы придумаем посмотрим и отразим то есть когда я получаю в оплату за свои товары чужие подарочные сертификаты чужой сертификат уже говорит о том что будут отношения с третьими лицами правильно с которыми заключены договоры чтобы потом зачитывать эту задолженность потому что получается если мне сейчас принесут то мне несут не деньги а сертификат сертификат это аванс мой когда я его продавал нет то есть мне несут некий сертификат вроде бы возникает дебюторка но третьих лиц нам то есть потом мне должна некая фирма это все возместить или же как-то мы с ней взаимозачетом это отразим правильно может быть что мы продаем кухонное оборудование для какого-то ресторана периодически и соответственно они нам должны деньги за это оборудование а они нам приносят свои подарочные сертификаты рассчитываться у нас товарами ну или наоборот там разные ситуации могут быть то есть взаимозачетами можно закрываться вот мы сейчас посмотрим отчеты розничных продажах и посмотрим когда поступают подарочные сертификаты от сторонних эмитентов итак это обычная продажа отчета розничных продажах мы создаем с вами отчета розничных продажах розничный магазин на пусть будет на 28 ноября ну или давайте поменяем на 30 ноября и конечно я укажу здесь 30 если будем что-то еще дополнительно отражать значит на 30 ноября на закладке товары я добавить нажимаю что добавить то есть на 30 ноября что есть в остатках ну пусть будет бензин я его выберу ничего страшного то есть сейчас мы укажем бензин перевести в документ а по факту у нас должны быть товары которые мы будем продавать правильно то есть бензин здесь 10.03 прочие доходы расходы цена то есть количество и цена ну допустим мы продаем на хотим ровно на 50 тысяч чтобы без доплаты может быть да давайте ровно на 50 тысяч кстати может быть предусмотрено сертификатом 50 тысяч и сдачу не даем то есть даже если они берут товар на 49 мы тысячу не даем мы им говорим выбирайте все на 59 тысяч разные товары клиенты говорят нам больше ничего не надо мы взяли парогенератор на 49 тысяч мы говорим это ваше право тысячу рублей мы им не возвращаем ну это уже если как будет тем более да как решим значит смотрите кстати здесь может быть как сумма и больше часть суммы 50 тысяч нашим сертификатом часть другим но я тоже могу установить условия что можно в качестве оплаты только один подарочный сертификат на одну покупку даже даже если у вас 5,6,7,8 штук только один можете предъявить ну допустим на 50 тысяч безналичной оплаты добавить и я смотрю показать все у меня есть сертификат на аудио-видеотехнику на 50 тысяч это если собственный а если сторонний вот нам принесли некий сертификат будь на высоте сторонний сертификат что значит сторонний я его сейчас выберу и зайду и посмотрю значит сторонний сертификат главное что способ оплаты называется сторонний сторонний это означает что там будет указано кто контрагент по какому договору и на какой счет прочие разные расчеты с дебиторами и кредиторами 76 счета знаем прочие расчеты а 76.09 в 1С это разные дебиторы и кредиторы то есть в этом случае мне фирма Вико потом будет должна за честь закрыть и как-то восстановить правильно значит мы с вами записываем и закрываем этот подарочный сертификат сумма 50 тысяч рублей я кликаю провести проводки и смотрю ну еще раз не обращайте внимания что мы продаем сейчас бензин действительно называется будь на высоте но продаем некий свой товар значит 41 на 90 но если материалы у меня как бензин поступал как сырье я его продаю через розничный магазин значит буду продавать так главное что у меня здесь не возникает во первых деньги не возникают на 50 счете ну потому что это через подарочный сертификат правильно вопрос два месяца назад или ранее мы получали деньги за этот сертификат нет он чужой а кто получил деньги когда-то за этот сертификат фирма Вико когда его продавала правильно мы получили право требовать у фирмы Вико наши деньги классическая дебиторская задолженность я потом могу что угодно делать с этим счетом или его взаимозачесть или переуступить или закрыть или продать этот дебитор правильно или просто от Вико получить свои деньги что скорее всего я и сделаю значит 76.09 ждет ждет факта погашения этой задолженности ну и последний пункт который мы должны сделать мы должны погасить этот счет 76.09 я думаю как ну скорее всего у нас некой фирмы Вико будут отношения как строится то есть если никаких встречных работ услуг не выполняется то они нам будут на расчетный счет эту сумму перечислять правильно но вряд ли они придут и наличными кейсами будут деньги вносить нам скорее всего будут перечислять на расчетный счет у нас с Вико от 7 сентября был заключен договор я хочу погасить эту сумму задолженность как иду в раздел банки кассы банковские выписки и думаю деньги будут сейчас поступать или уходить поступать то есть банковские выписки и поступления вид операции оплата от покупателя это хорошо поступление от продаж банковскими кредитами это прекрасно но я думаю мне нужно гасить 76 фирму Вико или выбираю прочие расчеты с контрагентами или прочие поступления я выберу прочие поступления дата это может быть позже например 8 декабря может по входящему номеру какому то 899 от 8 декабря плательщик я могу здесь выбрать Вико но все равно придется перебивать не сумму 50000 на расчетный счет счет расчета в 7609 контрагент опять указывать Вико потому что то что я здесь указал в поле плательщик все равно так как вид операции и прочие поступления а раз прочее нужно всю кредитовую аналитику руками вбивать договоры показать все выбрать наш 365 договор у нас какой был 365 от 7 сентября документы расчета с контрагентом могу указать с 1 сентября сформировать но у нас было позже по 31 и 12 сформировать ну или по какой то могу не указывать пусть будет пустая аналитика не хочу указывать эту аналитику хотя нужно постараться ее и выбрать и статью ДДС указать что это то есть конечно могу получение розничной выручки а могу указать что это прочее поступление или поступление от продажи мы же продавали продавали поступление от продажи товаров работы слуг сырья провести назначение будет заполнено автоматически ну и у нас будет гаситься 76 счет 50 счет я хочу проверить 76 счет по фирме Вико закрылся ли он для этого открою отчеты анализ субконта по контрагентам отчеты анализ субконта по контрагентам пусть будет год 16 не страшно найду контрагента фирму Вико если был какой то счет по Вико это одно дело а вот счет 60 это другие операции можем посмотреть что там было не наше ли не наше это поступали диски фильтры бумага канцелярка и платили за это отношения с поставщиком у нас же были отношения с дебитором 50 тысяч на 76.09 полностью закрылись мне интересно посмотреть как они закрылись то есть стандартно 30 ноября был отчет о розничных продажах 76.09 62 р значит 8 декабря мы закрыли задолженность как получив деньги на расчетный счет то есть нам Вико перечислила всю сумму претензий к ним нет вы скажете могло ли быть что они перечислят нам 49 а ты еще зачтем могло могло ли быть что ты еще они удержат на основании какого то договора могло то есть это все нужно смотреть индивидуальное отношение с каждым контрагентом вот мы в рамках сегодняшнего занятия посмотрели с вами основной документ продажи отчета о розничных продажах и подытожим что мы рассмотрели значит в отчетах о розничных продажах мы сказали что если нужно продать собственные сертификаты мы делаем этот документ только с закладкой продажи сертификатов указываем какой сертификат на какую сумму продаем если нужно затем продать товар товар и получить в качестве оплаты то вы указываете на закладке товара все что вы продали а на закладке без наличной оплаты все что вам внесли за это все значит нам внесли сертификаты нам внесли дополнительно доплатили карточкой могло быть могло значит ну и мы мы сказали что когда вы продаете сертификаты это всегда авансы когда вы продаете товары и засчитываете эти сертификаты происходит зачет аванса то есть два раза бюджету мы должны это хорошо но после зачета аванса нужно восстанавливать то есть отражать к вычету НДС в книге покупок поэтому обязательно периодически раз в квартал формируете записи книги покупок и отражаете НДС к вычету в части розничных продаж ну и мы сказали что если у вас идет продажа в виде сертификата сторонней организации то вы указываете ваш товар проданный раз вашу дебиторскую задолженность потому что вам должны третьи лица те которые имитировали и выпустили этот сертификат должны вам денег ну и не забудьте свои деньги востребовать истребовать как их истребовать наличными безналичными взаимозачетами какими-то встречными обязательствами это уже ваше право о своих правах нужно помнить и конечно за этим всем следить на сегодня все всем спасибо если есть вопросы задаем если нет до новых встреч ждем вас в центре компьютерного обучения специалист с до новых встреч на сегодняшнем в следующем году Продолжение следует...